Футбольные баталии в рамках кинофестиваля проходят ежегодно и за 24 года творческим командам, которые представляли актеры, драматурги, сценаристы и постановщики. Победить еще ни разу не удавалось. Тем не менее, надежда у сборной Кинотавра есть всегда, впрочем, как и у их болельщиков. В этом году команду представляют артисты Григорий Добрыгин, Владимир Мишуков, кинооператор Максим Тропо, продюсер и кинорежиссер Андрей Калинкин и даже известный футбольный функционер и менеджер Юрий Белоус. Капитан команды, продюсер, режиссер, постановщик и арт-директор нескольких российских кинофестивалей Алексей Агранович. Мы следим за своей формой уже сутки примерно. Поэтому, конечно, сильнее, чем в прошлом году. Вчера рано легли спать. Но самое большое удовольствие, конечно, мы получаем от того, что люди сидят на трибунах и сочинцы, и наши друзья. К матчу подготовились и соперники. В этот раз против звезд кинематографа играют сотрудники отеля «Жемчужина» и представители городской администрации. Уже, видите, ветераны по сравнению с кинотаром. Молодежь у нас в Сочи крепчает своим ветеранским движением. Настроены, как всегда. 24 года побеждали. Думаю, 25-й год – это самое, как у нем кинотаровцев. Конечно, готовились. Видно, что все справедливо сильные, достойные. Поэтому сегодня победит сильнейший. В течение 15 минут первого тайма счет оставался нулевым. Зато потом игроки разогрелись и начали атаковать. «Жемчужина» дважды забила гол ворота кинотавровцев, которые, в свою очередь, также не оставили сухими ворота противников. Решающим стал последний тайм. Борьба была сложной, но участникам кинофестиваля вновь не повезло. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу «Жемчужины». Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.